Здравствуйте, друзья! Всех приветствую! Приветствую в нашем прямом эфире, в нашем своем прямом эфире, в нашем с Верой, вот, PPI-блог, это её блог. Да, давайте присоединяйтесь, друзья! Всех жду! Наконец-то дождались, я задержался сегодня. Обычно мы начинаем в 4 по Москве, в 4.15. И то мы обычно ведь делаем же это, насколько вы помните, по субботам, а тут мы на воскресенье сместились. Здравствуйте! Здравствуйте всем! Я надеюсь, что накануне, вы знаете, что в ночь с воскресенья на понедельник самая темная ночь, самая тихая и спокойная ночь. Удивительно, я помню еще в далеком студенчестве, когда я подрабатывал, там, скажем так, не то чтобы, ну там, как контролировал, там, ездил по городу, контролировал точки, я вдруг обнаружил, что самая тихая, самая темная ночь с воскресенья на понедельник спят все. И вот в это время были самые частые ограбления этих мест, которые я проверял. Но это далеко, далеко назад, это еще 2000-е годы, там какие-то там 2005-й, 2004-й может быть. Ладно, друзья, давайте начинаем. Сегодняшний эфир будет посвящен ответам на вопросы. вопросы, которые вы задавали вот здесь, я их даже какие-то выписал, у меня порядка 13-14 есть на руках, вот тут дальше, что будет добавлено, я буду отвечать методично. Если будет что-то интересное вот здесь появляться, конечно, буду и здесь отвечать, но сначала отвечу те, которые были вот в заданных вопросах. Поехали. Вопрос номер один. Будем отвечать технично и методично, друзья. Расскажите, пожалуйста, про психосоматику аутоиммунных заболеваний есть у меня и у мамы, боюсь передать сыну. Классная тема, да? В последнее время много аутоиммунных заболеваний обращаются, да и, собственно, всегда обращались много аутоиммунных заболеваний. В чем фишка, друзья? Аутоиммунные заболевания – это заболевания, на которые официально медицина говорит «не знаем». Их назвали аутоиммунные заболевания, их описали механику внутреннего поведения. Почему это происходит, они современной медицины не знают, но есть какие-то там… И терапия какая-то, она больше симптоматическая, то есть до таблетки, до лечения, но она такая симптоматическая, местная. И вот и у меня была девочка, которая… И не одна девочка с ревматоидным артритом, считается тоже аутоиммунным заболеванием. Можно ли установить зрение на 100%? Да можно установить зрение на 100%, если там есть разный опыт, а вот коллег и как бы и мой отчасти опыт есть по установлению зрения, насколько там, что у вас там, если хрусталика нет, я не знаю, там можно ли установить зрение на 100%? Или там сетчатка уже деградировала? Вообще можно все. Я не знаю, как вы, я родился в СССР и очень сильно захотеть можно в космос полететь. Вот с этим я жил, то есть очень сильно хочешь, у тебя это обязательно будет. Добрый день, помогите, ухо. Удалили пробку и никак не пройдет боль. Еще не закладывай, на что обратить внимание, спасибо. Ладно, давайте поехали, а я про аутоиммунные заболевания говорю, вопрос номер один. Все. Еще раз, друзья, аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания, с точки зрения официальной медицины, она ответ не знает, потому что суть аутоиммунных заболеваний заключается в том, что иммунная система человека вдруг начинает нападать на свои ткани и органы. Каким-то образом, непонятно почему. Аутоиммунный тиреоидит. У меня постоянно попадают люди с аутоиммунным тиреоидитом, который представляет из себя, по сути, постоянный воспалительный процесс. Просто в щитовидной железе идет постоянный воспалительный процесс, постоянный аутоиммунный тиреоидит. Привел пример двух девочек с ревматоидным артритом. Тоже ни с того ни с сего, как будто бы иммунная система начинает атаковать суставы и хрящи. Еще раз говорю, официальная медицина использует симптоматическое лечение, то есть подавляя иммунную систему, много разных химиопрепаратов. И вот у этих обоих девочек, которые на ревматоидном артрите, они обратились-то почему? Потому что у них уже печень начинает сдавать, потому что постоянно пить пожизненно препараты, они уже не один год на них сидят. Ко мне они обе обратились уже с хорошим стажем. То есть там, если там он начинается, у них там начинался, у обеих где-то там в районе 20 лет. Ко мне они обратились уже там за 30. Вот. То есть по 15 лет стажа ревматоидного артрита. Вот. И суть-то в чем? В любом случае, какое аутоиммунное заболевание, не возьми. Вот совершенно их много разных сейчас. Логика у всех аутоиммунных заболеваний одна. С точки социальной медицины иммунная система нападает на клеточки. Да, там присутствуют клетки иммунной системы, там какие-нибудь лейкоциты, лимфоциты, и так далее, и так далее. Что там все там десятки этих типов иммунных клеток. Вот. И с точки зрения новогерманской медицины, значит, давайте так, я вам объясню, чтобы вы сразу на всю остальную жизнь поняли. Вот представьте, что у вас есть привычные эмоции, какая-нибудь негативная. Например, злость на себя. Например, злость. Вот у этих девочек возьмем, которая одна из них, она жила в постоянной злости. И вот так вот сжимала ручки. У нее вот эти суставы включались, то есть запястья и руки включались в ревматоидный процесс. И вот у нее много вот этой злости, которую она там накопила к отцу, к своему там, к родственникам, к своим. Вот она постоянно в этой злости живет. Вот давайте так. У нее есть хронический процесс эмоциональный. Он не аутоиммунный. Там никто ни на кого не нападает. Просто у нее есть привычка с детства ребенка растили так, что, значит, правда, была ситуация лишения, там, оскорбления, унижения, там, несправедливости. И ребенок научился злиться. И вот природа говорит, будешь продолжать злиться, твоя иммунная система будет верить, что постоянно враг есть. В данном случае вот она, у нее просто фиксация была на том, что ей нужно было защититься, оттолкнуть, напасть, поколосить там одного человека очень близкого. И у нее вот здесь сконцентрировалась эта. Это ее трек, так сказать. И поэтому вот эта злость ее постоянно возвращала к хроническому процессу суставов. То есть, любое это иммунное заболевание, которое, по сути, представляет хронический воспалительный процесс, представляет из себя хроническую эмоцию, как правило, хронические эмоции, как правило, даже черты характера. Вот эти девочки, которые пришли через сколько-то лет, там, по 10-15 лет в симптоме, вот так вот по мгновению ока не уходит. Надо перестраивать жизнь, менять, как бы, проходить терапию, менять установки. Ну, хорошо, вот многие хотят. Одна из них точно отпустила ситуацию. Вот, сейчас у нее то есть ремиссия, то нет ремиссии. То она вот, ну, она поняла логику, она то в ремиссию выпадет, то вернется. Вот, забавно. Ну, хочешь меняться, это твоя ответственность, будешь меняться, я просто расскажу, как это делать. Соответственно, вопрос, а боюсь передать сыну это иммунное заболевание. Вы передаете эмоциональный характер, отношение к себе, к миру, там, к людям. И теоретически, да, вообще мы передаем, нет такого, что какие-то гены в вакууме передались. Вместе с генами мы своим детям, внукам и тому подобным потомкам передаем поведенческий стереотип, поведенческие установки. Поэтому аутоиммунное заболевание, это четкое, убираем эмоцию, уходит аутоиммунный симптом. Вот, щитовидка и ревматоидная артрит постоянные клиенты. Еще, еще есть, иногда бывают псориаз системный, есть еще системная, системная волчанка бывала, и вот есть еще системная склеродермия. Несколько раз была такая тема. Один раз была системная, другой раз была не системная, но еще раз была не системная. Вот однажды была системная склеродермия, это когда уже из суставов, но там точно конфликт самобесценивания. Это вот, друзья, всегда есть начало. То есть, нет в этой штуке всегда есть определенное начало. Хорошо. Это вот у нас про аутоиммунные заболевания. Дальше, поехали. Эта же девушка задавала вопрос, очень интересный вопрос, сепарация от родителей. Не удивляюсь, почему аутоиммунная. Сепарация от родителей. У меня есть, у мамы есть. Ну вот, пожалуйста. Я просто на листочке себе распечатал вопрос, чтобы в компьютер не смотреть. Ну вот, друзья, значит, мама у меня умная женщина, авторитетная. До сих пор многие вещи оцениваю через призму. Что скажет мама, меняя свою точку зрения, когда со мной не согласны родители. Вот, предположу, что у вас суставы. Ну, вот почему-то мой опыт такой. Вот, скорее всего, самообесценивание себя. Мама там в иерархии важнее, да, себя нет. Ну, есть проблемы. Если вы здесь, девушка, которая задавала этот вопрос, дайте, пожалуйста, ответ. Я хотя бы пойму, там, что у вас за аутоиммунное заболевание. Значит, сепарация вещь сложная, правда. Есть счастливчики, которых, смотрите, сепарация в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, зависит от родителей. Если родители потрудились подарить вам сепарацию, она будет у вас. Если родители не потрудились, вам придется потом, ой, как долго и туго этим вопросом заниматься, либо пока там вас возьмут, там, судьба как-нибудь хитро возьмет и не разделит вас теми, от кого вы не можете сепарироваться. И тогда сепарироваться будете, знаете, как операция обрезали и все, и там кровь хлещет, там, ну, надо что-то делать, сепарироваться. Вот, сепарация очень сложная вещь, я вам расскажу, знаете, от родителей, конечно же, сепарация сложная вещь, есть такой анекдот, даже не анекдот, а такая присказка. Если ты решил, что ты просветленный, съезди к своим родителям на две недели. Дело в том, что, поймите, чисто технически, чисто технически, пока вы живете с родителями, сепарация практически невозможна, потому что родители являются носителем ключевых 90-80 процентов ваших бессознательных эмоциональных триггеров. То есть, ваш компьютер, ими был запрограммирован жить в этом мире вот таким образом. Они делают вот так вот, и у вас вот так, они делают вот так, и у вас вот так вот. Все, вы запрограммированы, поэтому даже мудрые люди, просветленные там, да, те, кто занимается духовным ростом, они говорят, попробуй, если решил, что ты просветленный, проверься, съезди к родителям. Сможешь ли ты не реагировать на них? Это правда сложно, но можно. Вот что я думаю по поводу сепарации. Дальше, значит, тахикардия. Вот спрашивает девушка, расскажите, пожалуйста, ну я, да, да, девушка, причем ник знакомый, ну ладно. Расскажите про тахикардию, часто пульс 90-100. А вот тут интересная тема. Казалось бы, я бы мог вам сказать, друзья, тахикардия это просто тревога, просто вы тревожите, сердце скачет и так далее. Ну, то есть, это классический ответ, да, откуда берется, собственно, тахикардия. При панических атаках тахикардия является там нормальным признаком. Но, уважаемые девочки, женщины, а знаете ли вы, что у женщин центр ритма сердца связан с шейкой матки, со слизистой шейкой матки? Вот. И когда есть какой-то у женщины конфликт, может быть, про, например, сексуальную фрустрацию, ну там с партнером какие-нибудь проблемы, всегда, когда шейка матки реагирует, вот этот центр, он может параллельно включаться. И тогда женщина при отсутствии там каких-то панических состояний, она у нее может наступать так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что у вас там, ну, правильно, ну, помимо вот этих основных штук про тревожность, искать причины, посмотрите, пожалуйста, и в ситуации связаны. Просто эти центры, они находятся практически рядом, это фактически один центр в коре головного мозга, и поэтому они часто параллельно работают. Организм – штука целостная, просто знаете это. Это что касается тахикардии. Поехали дальше. Значит, как гипноз помогает излечиться от панических атак? Какова вероятность излечиться от панических атак с помощью этой практики? Значит так, в моем случае, в моем опыте есть разные примеры, есть примеры, где я не исправился с паническими атаками, а есть такой случай. Пока что я один вспоминаю. Значит, ну, давайте так, панические атаки бывают по разным причинам. Вот причин панические атаки сейчас не рассматриваем. Их вот сколько людей, столько и причин. Для того, чтобы победить паническую атаку, нужно либо осознать причину, либо если паническая атака связана с реальным контекстом вашей жизни, настоящим, который надо менять. Вот если вы его, там, бывают ситуации, когда если его не поменяешь, ну, вот ничего. И в том случае человек просто не смог решиться поменять контекст. А недавно был случай, когда паническая атака за одну сессию, даже я работаю в среднем по два часа, а вот эта паническая атака, там, ну, понадобилась час-двадцать. Ну, грубо, вообще час-час-двадцать, там, все, разрешилось. Потому что, а, человек осознанный достаточно. То есть он сразу, ага, точно, все вспомнил, осознал, понял, где поведение триггерится. То есть трек, он попадал на трек. Он живет нормальной жизнью, но у человека срабатывал трек родом из его подросткового возраста, где его там хулиганы, грубо говоря, накрывали. Вот. И он вот этот, на этот трек включался. Вот совпали эти вещи, и он в течение сеанса просто вот все, отлегло, снял, расслабился, кайфанул, понял, что дальше будет сейчас бизнес делать на драйве, и все. Собственно, вот такое бывает, скажу, такое бывает нечасто. Чаще всего с паническими атаками надо повозиться. Но панические атаки, вообще-то, хлеб гипнотерапевтов. Если вы не знали об этом, пожалуйста, посмотрите, все ими занимаются, и достаточно успешно. Панические атаки, друзья. Дальше. Следующий вопрос. Какой практикой надо пользоваться для того, чтобы проработать обиду на маму? Мне 54 года. Мамы давно уже нет с нами. Вот такой очень интересный вопрос. Знаете, практик полно. Вы прям вот как вопрос написали, можете прям в гугл вбивать, и вам будет куча практик. Вопрос здесь, наверное, не в практиках, уважаемая женщина. Я ники называть не буду, надо посмотреть сами там, мало ли. Вот. Вот я бы на вашем случае, я бы в вашем случае проработал в первую очередь вторичную выгоду. Почему мамы нету? Мамы нету. Но позиция ребенка, потому что обижается всегда ребенок. Взрослый не обижается. Взрослый злится, подходит, откручивает голову, выбрасывает и говорит, все, больше меня не доставайте. Вот это позиция взрослого. Взрослый испытывает злость, берет и изменяет ситуацию. А ребенок, ввиду того, что ребенок, детская позиция, она не предполагает влияние на родителей. Тогда ребенку что остается? Обижаться. Так вот, вы свои 54, продолжаете в этой детской находиться позиции, почему вам выгодно? Все плохие, наверное, мама виновата. Ну, вам вторичную выгоду надо посмотреть. Лучше вот сделайте это, пожалуйста. Дальше. Значит, боюсь внезапных состояний. Когда рвота, бывает нечем. Самое утро болит голова. Зажатость подлива, раздражает свет и звук. Очищенный пульс, скачет давление. И так целый день спасается он. Просто туда проваливаюсь. Хотя это уже прошло. Начала спать в этот день и пить кроволого. Много воды. Другая проблема реально уже как год. Началась, когда занималась на пилоне. Потрясающе. На пилоне это вот полдэнс, да? На пилоне зажим в спине справа. Через месяц сходила к мануальщику. Потом думая, что все прошло, тянула, прошла в зал на кроссфит. Вот когда зашагивала на тумбу с гантелями по 3 килограмм, уже почувствовала боль в тазобедренном суставе. Но не пропадать же добро. Абонемент на год. Две недели отдохнула и опять. И все-таки. Да, ладно. Такой вопрос интересный. Я вопрос, если честно, не понял. Я понял, что у вас случаются внезапные состояния, когда рвота с самого утра, болит голова, зажатость под левым ребром, раздражает свет и звук, ощущенный пульс. Знаете, если вы придете к врачам, вам поставят какое-нибудь самотоформное расстройство или ведет сосудистую дистонию. Ну и еще, соответственно, зажатость под левым ребром, невралгию какую-нибудь. Ну, это вот врачи. Я не врач, кстати, имейте в виду. Так вот, если я правильно понял вопрос, что у меня случаются внезапные. Ну, у вас внезапные вот эти состояния. Это точно очень похоже на панические атаки. Очень похоже, правда, на ВСД. Надо понимать, что происходит в вашей жизни, а где источник тревоги. Это вот можно отнести к предыдущему вопросу про ПА, про панические атаки. Это работа на выявление причин того, что с вами происходит. Ваше тело в данном случае, знаете, как в нем как будто и поле боевых действий идет. Значит, такое же поле боевых действий и в окружающем мире. Если его нету, значит, это происходит у вас в голове. А тело просто отвечает на ту реальность, которую вы ему придумываете. Рассеянный склероз. Рассеянный склероз. Рассеянный склероз очень интересует. Рассеянный склероз. Господи, ну хорошо. Про рассеянный склероз, пожалуйста. Ладно, ладно. Про рассеянный склероз я обязательно скажу позже. Спасибо за вопрос про сепарацию. Это понравилось. Угу. Спасибо. Можно вылечить ПА. Страдает третий год. Да можно вылечить ПА самостоятельно. Бессонница. В чем причина? Причина бессонницы просто симпатикотония, повышенный тонус нервной системы. Если нервная система находится в тонусе, значит, знайте, пожалуйста, что ваша нервная система решает какую-то задачу. Если убрать задачу, либо решить ее нечего будет решать, либо у вас есть привычка бояться, что нужно всегда какую-то задачу решать. Потому что если нет задач, может случиться что-то страшное. Бабах, бессонница. В общем, искать причину, потому что нервная система не дает вам отдохнуть ночью, потому что вы на бессознательном, либо на сознательном уровне находитесь в принудительном мышлении. Решайте какую-то задачу, если очень грубо. Давайте, друзья, я обещал идти по списку тех, кто написал первым. Вот, вы понимаете, да, бонус следить за нашими постами? А кто первый задаст вопрос, того и тапки. Вот, у нас еще с вами минут 40 есть. Так, значит, дальше вопрос. Здравствуйте, как понять, что попало в конфликт раньше, чем тело скажет об этом возвращением или появлением симптомов? Потрясающе. Вот, я только что отвечал на бессонницу. Это один из показателей. Бессонница, либо так называемое принудительное мышление. Вот, девушка спрашивает про то, как понять, вот до того, как симптом появится телесный, что с вами уже что-то происходит, что, возможно, этот симптом появится. Вот, сначала симптом, чтобы появился симптом, изменилась функция, либо строение органа, сначала это произойдет в психике. И вот это очень важно заметить, потому что что происходит с вами? Вы начинаете об этом думать, говорить, нарушается сон, холодные ручки, ножки, если это сильная тревога, ну, потому что это классическая общестрессовая реакция. Вот, и, как бы, маленькие тестики, которые, наверное, я где-нибудь просто дам. Вот сегодня ответ на вопросы, потом как-нибудь в одном из эфиров спросите меня. Я дам самые простые тестики, как проверять наличие в психике принудительного мышления. Собственно, мы их давали уже в практике, я их просто повторю и все. Вот, да, в психике можно отыскивать с помощью понимания, о чем думаете. Существуют разные простые экспресс-методы. Вот, чтобы это делать? Обязательно, да. Значит, сначала, еще раз повторю, резюмирую, сначала любой симптом начинает жить в психике. У кого-то он может годами жить до того, как он войдет в тело, а у кого-то настолько яркие эмоции и переживания, что тело может отозваться очень быстро. Часто люди, имеющие хронический склад эмоций, ну, хронический набор эмоциональных переживаний, они не замечают, потому что они привыкли в этом жить, это для них норма. И они по привычке эти штуки не замечают и, соответственно, вот имеют дело уже с последствиями. Тело – это последствия. Сначала психика. Хорошо, дальше идем. Добрый день, расскажите, как справиться с ухудшением зрения у детей? Какие причины искать? Детям 9 очки одели в 3 и 5. Только сейчас появилось ухудшение. Буквально 6 месяцев назад все было хорошо. Недавно работали с мамой, с ребенком по зрению. Вот, давайте так. Все причины, которые у ребенка были, они все родом из мамы, в том числе и вторичная выгода – не отпускать детей, чтобы там не отпускать ребенка. Вот, чтобы, как там, сейчас не помню. Ну, короче, вот вторичная выгода, в том числе, не отпускать ребенка. И это чисто мамин симптом, мамины глазки. На мамины реакции, на мамины отношения, все те чувства, которые были связаны с детским зрением – это все мамин симптом. Поэтому в вашем случае, знаете, в интернете упражнений много, работаете, но надо понимать, во-первых, причину. Что именно там с глазками – непонятно. Во-вторых, чаще всего, самая часть причины – это, конечно же, близорукость, дальнозоркость. Вот, и это мышечные темы, протонус, прослабление, и легко корригируется достаточно на раннем этапе. Но мама должна немножко поменять себя, создать другую среду. Среду безопасную для того, чтобы все видеть. Ну, в том случае, если ребенок отказывался видеть кусочек реальности, потому что она ему опасна. Научился он где? Научился он, соответственно, у мамы. Потому что в маминой среде, скажем так, не вся реальность, она, некоторую реальность, она боялась. Вот, в мамином присутствии. И поэтому организм, у нас недавно диагностика была в прямом эфире, у женщины начало, у женщины в возрасте, помните, да, кто смотрел. Ну, женщина в возрасте уже была, и вот у нее ребенок-подросток, и у нее прям сетчатка, на сетчатке глаза произошло затемнение, лопнул сосудик, и глаз перестал видеть. И вот во время диагностики выяснилось, что ей выгодно не видеть. Она успокаивается тогда, когда не видит, что сын там бесится, вытворяет какие-то экстремальные штуки. Кто видел этот эфир, помните это, да? Вот, это надо работать с мамой. По зрению в данном случае надо поработать с мамой, а потом уже после этого, после этого вводить весь набор вот всевозможных там всяких полезных упражнений и развитий для глазок. Очень творчески. Дальше. Интересует мозоли? Еще врач в роддоме последние два года реагирует на что-то. Может, дезинфектанты. Очень сушит слизистую. Но, согласно, чихаю постоянно в последнее время, стало болеть в груди, а дышка, тошнота, слабость. Работаю с менами. Когда они на работе или в отпуске, чувствую себя отлично. Я уже спрашивал, был ответ на вас, но сейчас меня интересует такой нюанс. Такая не одна. Кто реагирует? Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то вообще не реагирует. Обязательно, учитывая, что много людей с подобными жалобами, есть психосоматический аспект. А если на самом деле растворы агрессивные и в норме человек не должен с ними взаимодействовать, просто работаю уже 11 лет, а реагирую только последние 2-3, как переехали в новый корпус. Слушайте, первое, что бы я делал с вами, я бы поставил перед вами этот раствор и посмотрел бы на вашу реакцию. И вот там бы вы мне дали понять, что внутри прописано у вас. А внутри я имею в виду на бессознательном уровне. Опасен для вас он или нет? Если бы я поставил образно перед вами этот раствор, и вы такая бессонница, Малышева говорит, что это нехватка секса. Гениально, люди. Так вот, Малышева гениально, она на первом канале, это надо прислушиваться. Значит, смотрите, я бы поставил перед вами этот раствор и посмотрел бы на вашу реакцию. Тело бы сказал, опасен для него он или нет. Если бы он опасен, мы бы прорабатывали раствор. Если бы мы бы, соответственно, поставили раствор, а у вас там хоть пей его, кайф, они классные, безопасные, они прям амвеевские там, да, то тогда мы бы смотрели, что там в новом корпусе произошло. При этом я бы посмотрел внушение. Вы говорите, что есть люди, которые не реагируют. Вот пообщайтесь с этими людьми на эту тему. Расскажите, выпишите свои страхи и расскажите этим людям. Возьми, найдите одного из таких, расскажите этим людям. И посмотрите на их реакцию, на ваши внушения. Вот они поржут над вашими внушениями, и вы поймете тогда, какие внушения из этих, из ваших, которые вы знаете по поводу раствора опасен. Они вредны, они агрессивны, в них хлор. И вот когда он послушает это, и вы посмотрите на реакцию человека, скажете, там хлор. Он скажет, ну да, и что, и что. И вот вы поймете тогда, почему он не реагирует. Вот проведите этот, соответственно, это не шутки сейчас совершенно. Если вы видите вокруг себя люди, помните, если вы видите вокруг себя стратегии, которые вы хотели бы, идите к этим людям, общайтесь с ними, смотрите, почему они живут так, как не живете вы. И вот вам я говорю, выпишите вот ваши внушения, возможно, это набор треков и внушений. Вот, потому что ваше тело будет реагировать. Понятно, что оно будет реагировать и на химию непосредственно, но если есть кто-то, кто не реагирует, это верный знак, что это очень выборочно. То есть, кто решил относиться так. Судя по всему, массовая истерия, их никто не отменял, как вот массовые, там, всякие заболевания. Это пример массовой истерии, массовые внушения. Их специально делают, там, специально, там, на телевидении, там, да. Вот вирус Эбола, новая вспышка в Африке, все, и понеслась. Вот, значит, это по поводу того, чтобы я исследовал в вопросе с химией. Десятый вопрос. Здравствуйте. У меня волнует повышение давления и артроз третьей степени коленных суставов. Суставов обоих колен практически нет. Направляет на протезирование. Уже спрашивала у вас, но, может, подробнее расскажете, как восстановить сустав. Смотрите, повышение давления, надо разбираться, в чем дело. Если там изношены почки, это одна история. Если у вас изношены сосуды, это другая история. Если у вас много тревожностей и, скажем так, какой-нибудь, там, еще водно-солевой обмен, там, ну, надо просто разбираться, что у вас, почему, там, это, наверное, к врачам больше. Прийти к врачам и сказать, так, у меня давление, объясните причину. Это, наверное, больше к ним. Дальше. Изношены суставы. Что сделать, чтобы восстановить суставы? Во-первых, надо найти, почему они у вас изношены. Если у вас веса 150 килограмм, ну, неудивительно, это физика. Да, вот, кстати, в предыдущем вопросе было интересует мозоли. Мозоли – это механическое утолщение. То есть, там, где, наше тело мудрое, там, где оно получает сигнал о постоянном механическом воздействии, оно усиливает это место. Но, вот, знаете, это вот, если я буду там, я подтягиваюсь, да, например, вот у меня мозоли, потому что постоянно механически я воздействую. Но, знаете, ну, помните, мы же занимаемся психосоматикой. Если человек начинает постоянно думать о каком-то месте, участке своей кожи, своего тела, с какими-нибудь эмоциями, постоянно, в контексте, например, боязни, там, прокола. Например, через неделю ты пойдешь к врачу, будем брать пункцию. Вот отсюда. И ткнули пальцем туда. И вот через неделю этого человека, если он впечатлительный, у него в этом месте начнет какая-нибудь чепуха вылезать. Поверьте мне, вот если он впечатлительный. Потому что он начнет своим вниманием посылать в мозг сигнал. Прокол, прокол, прокол. То есть, помните, люди, занимающиеся психосоматикой. Да его, господи, да просто живущие на этой планете Земля. Нас наградили сознанием, мозгом. И мы, в отличие от животных, умеем сами придумывать механические воздействия, да. Также и вот в этом вопросе, если у вас большой вес, то, вы уж извините, это механика. То есть, там сбросите вес. Да, если у вас небольшой вес, но суставы стерты, это говорит о том, что эта часть ног находится в конфликте самообесценивания. Колени, считается, что колени часто могут говорить о том, что человек, там, либо не могу туда пойти, либо не могу, там, либо не могу заняться тем, таким-то спортом, недостаточно, нету возможности, там, покорить Эверест, там. То есть, ну, вот куда-то надо идти, что-то делать, там. И часто в контексте каких-то спортивных достижений, результатов, не могу, там, заниматься спортом, не хватает времени, там, нет денег на абонемент. Вот тут я сейчас, первое, что приходит в голову, часто колени связаны со спортивными достижениями. В моем практике это чаще всего какие-то спортсмены, вот, не могу куда-то пойти, не могу там что-то сделать. Смотрите, как, 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 первое, как я сказал, нужно найти причину. Почему? Потому что изношенный сустав говорит о том, что вы попадаете на постоянный трек. Причем фаза, активная фаза, то есть, фаза непосредственно вот этого переживания, раз ткань совсем деградировала. Во-вторых, существует много способов. Значит, давайте так. Я знаю разные истории про то, как подобные вещи восстанавливались эффектом плацебо. Я знаю истории про то, как люди верили в то, что это просто может случиться, и это случалось. Я знаю истории про то, как там описано в литературе у Саймонтонов, как один пенсионер восстановил себе суставы, медитации. Ну, наверное, соответственно, представлял, как закрывал глазки и представлял, как ткани его тела начинают, там, клеточки крови начинают разносить на суставы, там, маленькие кусочки хрящей, аккуратно укладывать их, как кирпичную стенку. И вот так вот долго-долго-долго, и у него частично восстановились суставы, хотя был, там, тотальный артроз. Вот. То есть, способов много. Терапия, какие-то, там, альтернативные методы, ищите сами на здоровье. Вот. Но это возможно, точно. А этих случаев описано много. Люди ходят нормально, начинают ходить, там, суставные боли уходят. Вот в терапии такое бывает. Но для этого нужно участие в терапии. Дальше. Меня интересует вопрос, может ли гипноз избавить от тревоги, панических атак, симптомов очень много, не знаю, как справиться. А, ты уже пила несколько раз. А, А, Д, я уже пила несколько раз, неохота на них сидеть. Я уже отвечал на этот вопрос, да. Может использоваться панические атаки, вот, пожалуйста, как вот я приводил пример за одну сессию. Едем дальше. Вопрос. Значит, у ребенка, за, у ребенка 1,10, за этот год было 7 раз высокая температура, 39,3, 39,6. А, в течение пяти суток. С чем может быть связано? Знаете, не путайте, мы, все-таки я, все-таки не врач, и в данном случае лучше бы, конечно, обратиться к врачу и у них узнать. Но часто, я знаю такие случаи, но часто врачи, вот, недавно у друзей был подобный случай. Несколько дней, высокая температура, непонятно что, врачи не могут сказать, это правда. Но знаете, что скажу я вам с точки зрения психосоматики? Вот я занимаюсь этим, я знаю, что высокая температура, вот такая, какая вы говорите, почти под 40, она для меня говорит о том, что, скорее всего, это определенный тип ткани в нашем теле реагирует. Скорее всего, это реагирует, я предположу, я предположу, что это эпителий бронхов. Он, вот этот тип ткани, он дает высокую температуру. Либо подобный тип ткани, плоский, плосклеточный эпителий, вот, в каких-то других частях тела. Но, что бы мы делали с вами? У меня есть предположение, я, и тогда работая бы с вами, я бы возвращался назад и смотрел бы уже вот точечно. Те ткани, которые дают высокую температуру, когда они начинают, когда конфликты с ними связаны. Вот они могут даже там не воспалиться явно, что врачи не могут найти, но я примерно понимаю, какие из них могут быть. И тогда бы мы бы искали с вами контекст. Видите, у вас повторяется. Значит, там надо искать, что же, блин, такое повторяется. Там, скорее всего, очень все прозаично. Ну, а если бронхи легкие, то это про территориальный испуг, смертельный территориальный испуг. Ну, конечно же, ваш, не ребенка, ну, возможно, ребенка вместе с вами. Но если только ребенка, там, тотально не пугали, тем, скорее всего, это какая-то ваша история, надо искать. Вот, не переживайте. Самое главное, помните, что внешне это, конечно, страшно. Врачи сразу предлагают антибиотики. Но организм мудр, и он это делает. Лучше разбираться, почему. Дальше. Как, на ваш взгляд, можно жизненную позицию я-минус трансформировать в я-плюс? Это очень, это такая, это, знаете, вот давайте так. Нет такого, что вот до этого момента я жил, я-минус, а потом раз, три раза я щелкнул, да, и таки пошел, пошел все, я-плюс. Это, не относитесь к жизни, как к набору, там, промежуточных точек, в которых что-то меняется. Ваша жизнь – это процесс. Соответственно, начините в каждой минуте, в каждой секунде жить я-плюс. Вот в мелочах. Вот прям вот настолько. Существует какая-то техника японская выращивания в себе личности. Я не помню, как она называется, какая-то классная, я все хотел там найти, ее почитать. Ну, такая простая она, суть заключается в том, что она старинная японская. Она не такая, знаете, нехитрая японская. Старинная японская – вырастить в себе личность. Например, вырастить в себе личность самурая. Нужно постепенно, каждый день, по чуть-чуть это состояние проживать. Проживать. По минуте, по две, по три, каждый день. И так, через год, вы заметите, что огромное количество ваше время находится в я-плюсе. Это процесс. Ваша жизнь – это процесс. И он идет сейчас. Прямо сейчас, здесь. Вы смотрите этот эфир, и он идет здесь. Да, кто нас загуглит технику, поделитесь названием. Дальше. Я работаю на кране на алюминиевом заводе. Вредное и опасное производство. Работаю и боюсь все время. Опасное для меня, если я ошибусь или буду невнимательным, могут пострадать люди. И с момента начала работы очень поправилось. Порядка 30 килограмм. Может это быть конфликт страха. И как работать с конфликтом? Ну, вот, знаете, во-первых, давайте так, разберем. Я уже говорил, что вот в вашем случае непонятно, что из этого является внушениями, что из этого является реальной опасностью. Здесь точно салат. Из него надо выбирать, что по-настоящему влияет, что по-настоящему не влияет. Потому что существует огромное количество исследований, и просто уже вот я устал их читать, о том, как противоречиво. Как знаете, если у человека нет уверенности, что это вредно, оно и не вредно для него. Организм находит способ переработать. То есть, как только появляется мысль о том, что вредно, сразу начинается, грубо говоря, реакция защитная. И ваш вопрос, он звучит так. Может ли мой вес быть конфликтом страха? Конечно, может быть. Ваш вес может быть результатом постоянной тревоги. Вы пишете, по сути, здесь, что вы постоянно находитесь в тревоге. В ситуации тревоги, работая на кране, вот со всей этой ответственностью и рисками, вы можете просто находиться... Во-первых, вы можете находиться в состоянии тревожности, неопределенности. Там почки начнут воду задерживать, и тогда там вес расти будет. Во-вторых, у вас там может быть напряженность, и тогда начнет расти сахар в крови, и там толком усвояемость нарушается. Вы едите, а он там в жир уходит. Либо жир – это такая, знаете, метафорическая, правда, защита от той реальности, от которой страшно, а я защищусь. То есть, вот нельзя ни один из этих моментов отвергать. Они все имеют право быть. Едем дальше. Вопрос номер 13. Какие могут быть причины ухудшения памяти? Друзья, очень расплывчатый вопрос. Вот больше здесь ничего нету. Причины ухудшения памяти, знаете, я поражаюсь людям, которые говорят, у меня ухудшение памяти. Я говорю, на что? Ну, вот на какую-то хрень. Ну, там, по работе. Я тебе говорю, тебе это интересно? Нет. Память имеет избирательность. Она, поверьте мне, если вы назад посмотрите, в свою жизнь вы увидите, что память запоминает только то, что по-настоящему важно и ценно. Это если говорить про здоровый процесс. С точки зрения психосоматики существует еще и, скажем так, нездоровый процесс, который связан в том числе, вот тут спрашивают, да, рассеянный склероз. Ну, ладно. Существует, короче, нездоровый процесс, когда, например, часто присутствует нежелательный контакт. Вот у нас кожа, она, знаете, чем, чем плохи вот эти вот все кожные проблемы, они связаны с нежелательным контактом, потому что вот этот нежелательный контакт в активной фазе, когда сам конфликт длится, зачем, почему потом на коже возникают всякие вот эти покраснения, зуды, шелушения. Потому что в активной фазе нервные окончания стараются уменьшить свою чувствительность. И вот это происходит и на периферии, и в мозге. То есть для того, чтобы забыть, для того, чтобы не помнить неприятные объекты, для того, чтобы не сталкиваться с неприятной реальностью. Знаете, у кого-то зрение отключилось, чтобы не сталкиваться с неприятной реальностью, а у кого-то, кто-то кожей отреагировал, чтобы не сталкиваться с неприятной реальностью. И тогда вот эти нарушения памяти могут быть связаны с наличием подобного рода конфликтов, связанных с нежелательным контактом. Ну и вот, собственно, я по сути рассказал одну из основных причин рассеянного склероза. Часто у меня были люди с рассеянным склерозом в практике. Что там происходит? Это люди, которые, вот я вспоминаю тип, тип человек, тип людей, которые мне попадались, я не знаю, может быть, у кого-то другие были. Это тип людей, которые имеют нарушение отношений с родителями в детстве, ну вот связаны опять-таки, ну вот нарушение контакта, близости. Вот. Скажем так, они имеют, ну там, их отвергали там, их там к ним не относились. Ну, в общем, они там как-то живут себе, живут, 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 и потом в их жизни что-то происходит, как правило, происходит какая-то острая ситуация. То есть у них есть некая предрасположенность к такой реакции. Ну, потому что для ребенка там, мама его отвергающая, либо ребенок орет от ощущения отвергнутости, либо ему, его биологическая программа взяла немножко, с память убрала, и ребенок успокоился. Это вот биологические механизмы. И вот такой, это способ, некий способ защиты от мира. Потом эти люди живут, живут, и потом перед, по столу, ставят диагноз рассеянный склероз, мы обнаруживаем, что у них было, как правило, событие резкое, травматическое, которое всю эту реакцию, словно линза, сфокусировало и создало определенный трек. Ну, то есть повторяемость реагирования усилило, и вот после этого начинается, появилась первая симптоматика у людей, появляется первая симптоматика там, нарушение двигательной сферы, нарушение там памяти у них бывает, и двигательная сфера нарушается для того, чтобы... Там сострадают милиновые оболочечки, их они, кстати, приходят к врачам, у них обнаруживают вот эти белые пятнышки там, или вот эти вот, которые говорят, о, у вас, все, у вас рассеянный склероз. Они с этим просто долго жили. Там двигательный конфликт еще присутствует сейчас, невозможность как-то отреагировать. Вот если это, если в общем, и тогда нужно прорабатывать и ситуацию, вот, которая случилась острая. Ну, это вот по моей практике я сейчас вспоминаю ситуацию, которая острая, и нужно вот саму вот эту привычку реагирования, ощущения себя тоже менять. Ну, соответственно, это выгодно, да. Да, я знаю людей, которые, скажем так, это очень выгодно. Они, эти люди, я знаю такого человека, который постоянно забывает какие-то неприятные вещи, но зато его жизнь прямо она, он постоянно веселый. А вот какие-то важные вещи забывает, то есть это выгодно очень. Там еще надо вот эту выгоду искать, плюс обиды. Это вот если очень общий ответ на рассеянный склероз, надо вообще пост про него написать будет как-нибудь, чтобы было понятно людям больше. Так, я прожила атаки 3 года сама, рассеянный склероз понятный, и у меня прошли. Рассеянный склероз, только что рассказал примерно. У детей кожная аллергия, это проблема мамы. Да, конечно, проблема мамы. 100% от маминых эмоций, да. Мама как богиня просто в сознании осталась. Ну, здорово, хорошо. Становитесь сами богиней и общайтесь с ней на равных. Вы богиня, она богиня. Чего, одинаковые права и обязательства. А детская аллергия, очень много прямых эфиров на ютубе, пикай-блоге. Да, да, много всемогущей, неприятной мамы. Понятно, рассеянный склероз, пишите хоть какой-то симптом. Подскажите хоть рассеянный склероз. Нарушение двигательной активности, там нарушение памяти начинается в рассеянной склерозе. Вот, тело. Там двигательный конфликт зависший. То есть, человеку невозможно было что-то сделать. То есть, это часто связано, вот я еще раз говорю, вот в семейной системе начало берется, а потом что-то происходит, бах, где он обостряется, и человек не может, запрет на движение какое-то. И постепенно начинают деградировать миелиновые оболочки. Это, знаете, миелиновые оболочки в наших нервах, это как вот оболочка у проводов электрических. Она примерно такую функцию выполняет. Ну и если эта оболочка, она деградирует, то тогда провода теряют мощность, пробивают, и вот там начинают двигаться не... У людей теряется, соответственно, чувствительность, подвижность и так далее. Это нужно для того, что... В основе этого лежит двигательный конфликт, двигательный. То есть, человек не смог чего-то там сделать, реализовать. Там у одной женщины на работе была проверка, и она... Ну, она такая внутри вся очень правильная, и вот у нее была проверка на работе, какая-то там очень с выниманием ящиков, ну, такая, знаете, в масках ОМОН госслужащие, они к ним приходят в масках ОМОН, потому что им федеральные, ну, государственные деньги. И вот в этот момент она там... Она не знает, что сделать, она в ступоре, для нее шок. И вот она не знает, она вроде внутри, я права, а потом тут же, раз эти приходят, значит, я не права. В конфликте человек находится вот в этом. Вот. И раз, вот, пишет... Женщина пишет, что да, точно. Рассеянный склероз. Вы прокомментируете Ангелина Синицкая, что да? То есть, вы нашли какое-то сходство. Фон приятный. Да, фон мне тоже нравится. Вот. И тогда начинается процесс, потому что, ну, человеку нельзя атаковать, нельзя защититься, нельзя. Внутри прошивка опасна, там, мама будет злиться. И тогда тело говорит, я тебе помогу не защититься. И начинает вот эту деградацию вот этих вот миелиновых оболочек. Это вот, грубо говоря, механика, но логика, поймите, там всегда есть двигательный конфликт, конфликт разделения, как правило, там присутствует. И все это вот в таком хроническом, повторяющемся режиме. Потому что человек уже на мир так смотрит. На мир так смотрит. И поэтому тело приспосабливается к среде. Потому что бессознательно верит, что вокруг вот такая среда. Помните, друзья, скоро у нас будет заканчиваться эфир. Помните, друзья, что все наши симптомы, все наши, вот все, что у нас вылезает, это не более, чем наши иллюзии. Вот у нас есть иллюзии по поводу того, что наш мир такой. Мы эти иллюзии постоянно транслируем внутрь. Дын-дын-дын-дын-дын. И тело говорит, в таком мире надо жить вот так. В таком мире защищаться опасно, поэтому я всю оболочку от проводов заберу, и ты будешь вот такой весь, не будешь там ничего поднимать, там руками двигать, и все. Потому что в этом мире это делать нельзя. Вот и все. Поймите всю суть психосоматики. Тело меняется. Тело меняется в ответ на наше представление о том, в какой среде мы живем, в каком мире. Вот у нас сейчас 74 человека. И вот вас поставят в ряд в одной и той же стране. Кто-то начнет ругать президента, кто-то начнет хвалить президента. То вы живете в двух диаметрально разных мирах. У вас по-разному, соответственно, и тело жить будет в одной и той же стране. Вот. Поэтому идем дальше. Сейчас я посмотрю, какая причина обстоятельно-компульсивного расстройства. Причина обстоятельно-компульсивного расстройства это всегда тревога. В основе страхи тревоги, которые находят свое выражение в хитрых, разных причудливых формах. И это всегда тревога. Как травматического, так и хронического течения. Там по-разному. Привет всем. Помню, это эфир. Да, точно. У девушки мам паранойи, дочка носит очки. Иногда хочется не видеть и не знать. Да. Периодически трясутся руки, особенно сильно, когда я переживаю или нервничаю. Классно. Периодически трясутся руки, особенно когда я переживаю или нервничаю. Смотрите. Это может быть, знаете, просто следствием того, что в этот момент ваше тело, когда вы переживаете, когда мы все переживаем и нервничаем, у нас в кровь много сахара попадает. Это нормально. Либо бежать, либо нападать. И если вы ничего не предпринимаете, то мышцы хотя бы, хоть как-то, чтобы сжечь этот избыток сахара, начинают дрожать. Дрожать – это просто состояние, которое говорит, ну давай, либо в рожу дай, либо побеги. Все. Это просто избыток топлива. Мышцы начинают от избытка топлива там просто хотя бы подрагивать, сжигать его, потому что его очень много. Вот ничего страшного, не переживайте. Это нормальная физиологическая реакция. Может ли мать откармливать детей, желая, чтобы они от нее зависели? Физически, морально-помощи, защита. Да, конечно, может. Существует очень много мам в детской психосоматике. Мы это разбираем. Это вообще тема такая. А вот недавно мама, которая не хочет отпускать своего ребенка, скажем так, она не готова сепарировать его, ну потому что отпустить ребенка – это столкнуться со своим возрастом, столкнуться со своей жизнью. И тогда мама такая, да, ну, не хочу. Но она это несознательно, конечно, делает. Она вдруг обнаруживает, что ребенок начинает регрессировать. Отказываться от горшка, писаться в постель, там что-то еще начинаются какие-то симптомы там с едой. Как будто ребенок моложе становится. Потом мы обнаруживаем, там оказывается при простом разговоре, что мама, оказывается, для нее, она уже сама думала об этом, подозревала и обнаруживает, и точно, блин, да, что вот ей страшно. Ну, страшно. И тогда, когда мы видим страх, мы не видим реальность. Но наша система, наша, она не многозадачная, она не этот, не, когда у Apple, какой там этот интерфейс называется Windows, у Windows, а у этих там, как-то он называется, MacOS, Mac, да, вот она многозадачная была, да, Windows не был многозадачным. Так вот, мы не многозадачные, у нас, как правило, одна эмоция, она затмевает все, и мы все делаем. Все-таки рассеянный склероз. Многие темы, которые сейчас обсуждаются, есть в записях. Сейчас обсуждаются, можно почитать, понавигаться, посмотреть на канале YouTube, а вот про рассеянный склероз, ни слова, поэтому так часто пишу, извините. Возгляд на проблемы вообще на жизнь. Угу, спасибо. Рак, кишечник. Слушайте, давайте я про этот, про рассеянный склероз потом статью напишу, чтобы вы понимали, и все, чтобы все знали, если так важно. Всем привет, вот, вижу всех, да, друзья, паховая грыжа у мужчины, как с этим, как с этим, обязательно ли делать операцию? Слушайте, ну, паховая грыжа может быть механическим, механическим последствиям. Утрак кишечника, интересный вопрос, да? Давайте, друзья, так, я не помню, во сколько мы начали, время не засекал, но вот, если мы, Instagram обычно предлагает закончить за 2 минуты, я вам скажу, что он предлагает закончить, и тогда мы можем неожиданно прерваться. пока вроде какое-то время есть, там еще несколько минуток. рак кишечника. Важно разобрать тонкого, толстого кишечника, и помните, что функция кишечника, это функция тонкого кишечника всосать, питательные вещества, переварить их, всосать, потребить, взять полезная функция толстого кишечника, вот, так сказать, уже по большому счету избавиться от остатков, по большому счету, функция толстого кишечника, это уже, там, грубо говоря, фекалии, грязь и так далее. Поэтому, в зависимости от типа кишечника, ситуация бывает в жизни человека, кишечник очень легко реагирует. Кишечник слизистая, она очень быстро включается в конфликт и соответствующий, особенно, если у человека есть, особенно, если он острый, острый такой, какое-нибудь жизненное событие, какое-нибудь, пришли приставы и сказали, вы знаете, ваш гараж, вот, который во дворе стоит, его сносят завтра, все, как, несправедливо, у меня же все документы есть, его раз, снесли, и вот это вот, я буду разбираться, и месяц, вот, в этом вот гневе, например, раз, и там, вот свой гараж вытащить не может, бах, там что-нибудь в тонком кишечнике вылезет, то есть, это вот невозможность, про кишечник, это невозможность что-то, вот если тонкий, невозможность что-то употребить, извлечь что-то полезное, из чего-то жизненного там, ну и, толстый кишечник, это конфликт неперевариваемого гнева такого, назовем это так, о, вот образно, назовем это так, а также с невозможностью, ну, столкновение с чем-то грязным, Ну, там, когда могут называть человека плохим, там, неправильным, там, поступать с ним несправедливо. Вань, привет, я вижу тебя, да. Вот, у меня был артроз встал, сейчас не знаю, но уже много лет, лет 10 не болят или болят, 2-3 дня весной и все, не знаю почему. У вас какой-то интересный весенний трек. Вот, какой-то очень нежный, очень какой-то добрый весенний трек. Возможно, вам звали, вам пели сиренаду, а вам, вы не смогли выйти. Он сказал, мама сказала, сиди нельзя. И вы такая, не могла выйти к тому любимому. Я шучу, конечно, сейчас, но там, суть в том, что если они болят 2-3 дня весной и все, ну, попробуйте сами себе ответить, ну, что это ваше тело выбирает болеть в определенное время. Там точно есть что-то, что явилось треком, триггером, что запускает этот процесс. Очень забавно. Если найдете, поделитесь, обязательно пишите, что нашли. Так, давайте так, скажите, пожалуйста, стоматит у ребенка 3 года, 4 раза за год, психосоматика от мамы. Мамы у старшего в раннем детстве тоже часто был. Ну, да, я бы сказал, что это чаще от мамы, стоматиты, ну, скорее всего, от мамы, потому что, знаете, хотя с томатитом ребенок может, наверное, отреагировать. Томатит – это нежелательный контакт слизистый. Вот, вот эти белые пятнышки появляются. Значит, нежелательный контакт. Например, вот почему я подозреваю, что это скорее больше ваш, потому что считается, что лет до 3-4 дети вообще, по разным источникам, дети вообще не имеют реакции отвращения. Ну, то есть, если взрослый там откуда-то попил, там, да, ну, там, или как просто эксперименты ставят. Как нашли вообще это? Брали там, делали пирожные в форме какашки. И вот ребенку в год предлагали, он ест. Ребенку в два предлагали, он ест. Ребенку в три предлагали, он ест. Ребенку в четыре предлагают, он такой – нет. Ну, и все. И дальше уже взрослые пирожные в форме какашки не едят. То есть, говорится о том, что там чувство отвращения возникает, оно позже. Вот, но это разные данные, тут не заморачивайтесь. Вот к чему я это сейчас рассказываю, к тому, что, возможно, вот этот нежелательный контакт у ребенка, стоматит, это не его чувство, потому что, скорее всего, ему пофигу на всякие, на информацию извне. А вот ваша информация о том, что ты опять суешь пальцы в рот, ты же занесешь грязь, это же ужасно. Все, ребята, эфир заканчивается, вот так мама бывает, внушает, у нас осталось 20 секунд. Вот, все, друзья, классно, много вопросов, мы будем точно повторять. Вау, ничего себе, сколько тут вопросов, друзья, выпадение волос на теле, говоря, последнее. Все, у меня доедет 10 секунд осталось, спасибо вам, спасибо, что вы со мной слушали, задавали вопросы, в следующий раз, когда будет что-то подобное, пишите вопросы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok